Потом смотри, да, чтобы слово запись было. Поглядывай иногда. Хорошо? Хорошо. Так, ну что ж, мы с вами неделю не виделись. Да. Я бы послал. Очень долго. Убираем. Что-нибудь получилось? Брали у кого-нибудь интервью за неделю? Нет. Ни у кого, да, не брали? Да. А я взяла, вон на туалет у кого взяла. Скоро было же. Хорошо, обрабатываю всё. Так, значит, давайте сейчас вспомним, как вас зовут. Я о некоторых помню. Наташа, Таня. Катя. Катя. Это новенькая у нас, да? У нас старенькая после. А, просто в прошлый раз не были, да? Так, это у нас Надя. Надя. Таня. Таня была Люда. Люда. И Таня тоже не была. Значит, Катя, Таня и Люда. Так, этих я запомнила. Мечёнок. Значит, сегодня у нас с вами тема нашего тренинга называется «Метод опроса». То есть опрос очень широко используется вообще в любых организациях, в любых компаниях. И сегодня наша задача, мы запишем с вами теорию, теорию и чуть-чуть интервью коснёмся. И в конце занятия мы должны с вами составить проект, опрос, на который вы пойдёте завтра. То есть чтобы у вас сегодня всё было готово, вопросы подготовите к проекту, и завтра вы пойдёте уже действовать. И надеюсь, я увижу в записи ваш опрос где-нибудь на вашей страничке ВКонтакте. Ну, а сейчас, Надюш, перелист твой слайд. Значит, какова же цель опроса? То есть для чего он проводится? Значит, у меня здесь написано, что это получение необходимых сведений в зависимости от задач исследования. То есть вот это цель опроса. Завтра вы идёте на какую тему у вас будет мероприятие? Неделя добра. Неделя добра. Вот давайте выясним цель. Цель завтрашнего похода. То есть что? Неделя. Неделя. Узнать отношения людей добру. То есть цель – это вот та точка, в которую вы должны прийти завтра, после того, как вы проведёте определённую работу. То есть вы должны узнать, какое отношение у жителей города Котласа к добру. Ну, значит, а вот об остальных всех параметрах мы с вами сейчас будем дальше говорить. Поэтому запишите определение, что это получение необходимых сведений в зависимости от задач исследования. То есть это цель метода опроса. А сам метод опроса – это последовательные вопросы, которые выясняют потребности людей, отношения их, ценности к тому или иному объекту. Объекту – это может быть проблема, или это может быть задача какая-то. То есть, так скажем, к тому или иному субъекту. Надюш, дальше истать. Виды опросов. Вот я работаю в сетевой компании. И, соответственно, это один из методов нашей работы. Мы очень часто проводим опросы. Разные. Как вы думаете, почему? Узнать мнение людей. Дальше еще почему. Ну, смотрите, я сейчас с вами провожу опрос. Выясняю ваше знание по данному предмету. То есть, как вы думаете, почему организация проводит опросы, кроме мнения? Улучшить качество сервиса, например, для того, чтобы улучшить. То есть, нужно знать, совершенно верно, отношение людей к организации. Нужна обратная связь обязательно, да? То есть, понравилось, не понравилось. И выясняются потребности. То есть, выясняются еще потребности. И вот виды опросов запишите. Анкетирование, личностные тесты, метод лестницы. Мы сегодня его изучим. Очень мне нравится вообще этот метод. И как вам компания работаете? Я работаю в компании Алифлэр, я директор. Так, виды опроса. Анкетирование, личностные тесты, метод лестницы и интервью. Надюш, дальше. Сейчас мы каждый метод будем разбирать отдельно. Итак, анкетирование. Значит, первое, мы разбираем анкетирование. А что такое анкета? Определяемые вопросы. Это листок бумаги, например, да? На котором записаны определенные вопросы. В определенной последовательности. Для того, чтобы выяснить отношение человека к данной ситуации и проблеме, и к продукту. Значит, анкетирование делится на некоторые виды. Виды анкет, вернее. Значит, есть индивидуальные анкеты. То есть индивидуальное анкетирование, когда один человек участвует в анкетировании. Есть групповое. Мы часто используем групповое. Когда мы проводим какое-либо мероприятие, мы даем анкеты. Например, мастер-классы проводим, мы даем анкеты. Где просим указать, какой продукт понравился из того, что вы использовали на мастер-классе. Что вы бы хотели приобрести и так далее. Значит, аудиторное анкетирование. Это одна из разновидностей, состоящая в одновременно заполнении анкет группой людей. Собранных в одном помещении в соответствии с правилами выборочной процедуры. Ну, например, бывает, знаете, ну смотрите телешоу по телевизору. Смотрите, да? То есть собирается определенная группа людей и дается им заполнять анкеты на одну и ту же тематику. И нужно выяснить, кого из этих людей выбрать для дальнейшего собеседования. То есть с определенной целью. Аудит это выборочно. И массовое анкетирование. От сотни до тысячи респондентов. Как провести массовое рекрутирование, как вы думаете? По электронной почке. Так, потому что там много очень можно охватить, да, респондентов. Еще как? По организациям. По организациям, например, дать задание, чтобы... Перепись населения тоже самое. Перепись населения, принцип тоже самый, да. То есть это же то же самое массовое рекрутирование. Надюш, дальше. Так, теперь по способам взаимодействия. Анкетирование делится. Значит, личные вопросы есть. Опросы, вернее, личные вопросы. Это когда, значит, прямой контакт есть с респондентом. То есть я лично Таню спрашиваю, да, Танюша, почему ты пришла на курс молодежного телевидения, на объединение, то есть чем тебе здесь нравится, что тебе здесь нравится, что бы ты хотела получить и так далее. Вот личный опрос. И есть дистанционные опросы. Дистанционный опрос, это значит опрос на расстоянии, да. Как провести дистанционный опрос? Конечно, по телефону. По интернету можно провести, по скайпу, да, используя другие технические средства. Так, дальше. Записали, да? Это вам сейчас вы все записываете, потому что вам нужно это будет сейчас для создания проекта. То есть мы с вами поделимся на две группы, и вы будете создавать свой проект, и завтра вы будете выбирать, какое будет у вас анкетирование, личное или дистанционное. То есть все-все-все записываете. Здравствуйте. Мой пацан. Да, проходите, пожалуйста. Так, это Анжела у нас пришла и? Даша. Даша. Даша была в тот раз? Да. Ты не попросилась? Или подстриглась? Подстриглась. Знаете, как в анекдоте, да? Про брови выщипала. Знаете, анекдот такой? Муж с женой сидят, утром завтракают, и жена говорит, милый, ты ничего не замечаешь, а он сидит газету читает, говорит, да, ты, наверное, брови выщипала, а она сидит в противоказе на картинке. Так, значит, следующее. Записали, да, за способы взаимодействия. Надюша, дальше. Так, по типу контактов с респондентом. Итак, есть очная и есть заочная. Очная и заочная. Ну, немножко похоже на личная, да, и дистанционная. Но дистанционная, когда есть все равно контакт, дистанционный контакт по телефону, например, да, а заочная здесь может контакта вообще не быть. Это может быть по почте, например, да, это в прессе публикация анкет, когда человек сам хочет, заполняет, не хочет, не заполняет. Это публикация в интернете и в учении сбора анкет по месту жительства. Вот я сейчас в интернете проводила конкурс, называется «Женское счастье». И я попросила заполнить форму регистрации на подведение итогов, чтобы я знала, сколько человек придет на подведение итогов, чтобы выбрать помещение. И вот это тоже один из методов опроса. И сегодня записалось, пять респондентов приняло участие, вот на сегодняшний день, там до второго числа срок идет. И они написали, сколько человек будет у них присутствовать на награждении. Там кто-то по три написал, кто-то по четыре написал. И вот мне уже легче высчитать на основе этого опроса, какое помещение мне нужно арендовать, чтобы провести мероприятие для награждения. Ну и очное – это исследование личное. То есть немножко здесь перекликается с прошлым слайдом. Надюш, записали? Дальше. Значит, есть еще сейчас стала популярной разновидность онлайн-рекрутирования. Значит, почему? Потому что это сейчас доступно очень. Интернет практически есть у большого количества людей. Вы ничего не пишете сегодня? У вас все на подкорку, да? Так, массовость. Массовость. То есть нужно охватить огромное количество. Даже во всем мире можно провести. Ну, то есть на такой масштаб мировой провести анкетирование. Дальше. Можно изменить дизайн анкеты. Делать красиво, ярко. То есть не просто листок бумаги, да, выдать, а именно вот оформить сам вопросник. Ну и самое-то главное, что это анкетирование может проходить без вашего участия. Скажите, где вы можете провести онлайн-рекрутирование? Конечно. Можно создать группу. И в это время заниматься другими делами? То есть создать опросник. Ну, сейчас вот вы, наверное, видели на стенах ВКонтакте, часто есть мини-анкетирование, мини-опросы, когда, например, как вы оцените сегодняшний день на пятерку, на четверку, на тройку, на двойку, да? То есть или какую тему бы вы хотели обсудить? То есть это очень удобно. Такой экспресс-анкетирование. Дальше. Так, а вот теперь мы очень подробно напишем правила составления вопроса. Правила составления вопроса. Потому что в любой анкете обязательно у нас должны быть вопросы. И в любом... И метод опроса он и состоит как раз из последовательно заданных вопросов. Итак, каждый вопрос должен быть логичным, отдельным. И если он содержит подвопросы, то они должны быть отдельные. Значит, что это означает? Например, вы спрашиваете респондентов, как вы относитесь к объединению молодежного телевидения в молодежном центре? Да? Молодежный центр, правильно называется? Молодежный центр. И человек говорит, например, никак не отношусь, да? Потому что я о нем не знаю. Следующий подвопрос какой будет? Да, почему вы его не знаете? То есть отдельные подвопросы. Не в одном вопросе, да? Вы все совмещаете. А это уже будет подвопрос к данному вопросу. И вот когда вы выясняете, как человек, почему не знает об этом, да? А что нужно сделать, чтобы он узнал о молодежном телевидении? И так далее. То есть таким образом вопросы будут очень логично выстроены. И мы должны с вами так вопрос задать, чтобы человек логику чувствовал. То есть если, например, мы первый вопрос задали о молодежном телевидении, а второй будем задавать о том, а как вы относитесь к нашим дорогам? Ну, как в прошлый раз, да? Вот вы и обсуждали. Это будут уже нелогичные вопросы, потому что это два вещи, которые несовместимы в одном опроснике. То есть нужно к дорогам подойти посредством еще некоторых вопросов. Второе. Запрещено употребление малораспространенных, малопонятных слов и специальных терминов. Например. Так, ну, например. То есть те термины, вопросы, которые человек не знает. Предположим, как вы относитесь к валовому продукту на душу населения? Вот мне сегодня дочь спросила. Мама, скажи, что такое амелиорация? Кто знает, что такое амелиорация? Вот, потому что вы сейчас изучаете географию и проходите как раз этот термин. А вот если бы вы задали этот вопрос старокласснику или третикласснику, то для него это был бы непонятный термин, да? То есть что такое амелиорация? Вопросы должны быть краткие. То есть чем короче вопрос, тем быстрее человек его услышит. И если мы составим вопрос длинный, вот иногда, я когда беру интервью, иногда очень трудно сформулировать мысли, если ты вот по ходу вопрос придумываешь, ты начинаешь говорить, 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 потом уже сама забываешь, о чем вначале говорила, и в конце концов уже человек теряется, да? Он не знает, что ответить. Поэтому вопрос должен быть лаконичным, кратким. Дальше. При необходимости вопрос может сопровождаться пояснением, но сама формулировка должна оставаться лаконичной. Ну, это вот как раз немножко к первому, да? что отдельное под вопросу должен содержать. Пятое. Вопросы должны быть конкретными, а не абстрактными. конкретными, а не абстрактными. Дальше. Так, дальше. Вопросы не должны содержать подсказку. То есть, если вы задаете вопрос, то не надо подсказывать вопросам свою точку зрения. Если в нем упомянуты возможные варианты ответов, то их список следует дать полным. Например, какие предприятия города Котласа вы оцениваете как успешными? Допустим, да, и вы подсказываете, например, допустим, это электро... Допустим, один из примеров электромеханический завод, да? Человек скажет, да, электромеханический завод, это... То есть, вы уже даете подсказку человеку. А на самом деле нужно сделать ряд под вопросов, где человек может выбрать. Скажите, это электромеханический завод, это... Что тут у нас есть? Железная дорога, да, железная дорога. Это... Что у нас еще есть здесь? Какие предприятия? Критные есть еще. А вот такая... А? Как там? Вдруги-то. Ну, есть подлоски телеронжно-бумажный комбинат, например, хотя у нас коряжные... Я помогу. Хлебом комбинат и так далее. Понятно, да? То есть, задаете под вопросы. Седьмое. Формулировка вопроса должна предотвратиться, получение шаблонных ответов. Еще их, знаете, называют риторические ответы. Когда вы сами ответ знаете, уже, да, какой человек скажет, зачем задавать такой вопрос. Приведите пример такого вопроса. Как у вас дела? Как у вас дела? Ну, в принципе, человек скажет, нормально, хорошо или плохо, да? Давайте немножко такой, который предполагает уже хороший ответ. У вас хорошее настроение. Вы хорошо выглядите. Никто не скажет, что... Ну, например, как вы считаете, каждый человек достоин жизни большего? Какой ответ, в основном, запрашиваете? Да, конечно. То есть, это риторический вопрос. Бывает, нельзя вот, который да и нет задавать вопрос. Да. Значит, поэтому мы не задаем вопросы, которые предполагают шаблонные ответы. Так, дальше, вопрос восьмое. Вопрос не должен принуждать респондента к неприемлемым для них ответам. Ну, как приведите пример такого вопроса. Да, блин. Сегодня суток? Нет, к неприемлемым для них ответам. Ну, что делать? Что делать? Вы сегодня утром ходили в туалет? Да. Понятно, да? То есть, есть вопросы, которые не надо задавать в принципе. Поэтому, такие вопросы, конечно, не надо включать. Ну, и там подобных много, можно вопросов не придумывать. Так, язык вопросов не должен вызывать отвращение к примеру. Например, быть слишком экспрессивным. Что такое экспрессивный язык вопросов? Сленговый, да? То есть, приведите пример. Там, как гопники идти, говорят, слышь, что стой. Так. Какие-то фразы? Ну, хай, хайчика какой-то. Во, во, во. Ну, что-то типа такого. Понятно, да? То есть, это экспрессивно. Это тоже смотрят для какой группы людей. Например, если я провожу опрос в гоп-стоп, на гоп-стоп-вечеринке, я же не могу прийти к человеку и сказать, добрый день, уважаемый человек. Скажите, пожалуйста, это тоже будет неправильно. Если вы передаете это в средствах массовой информации, вот обратите внимание, каналы, на какую бы вечеринку они не приходили, у них все равно они выражаются литературным языком. Прослеживается с планками. Прослеживается, но он не является доминирующим. Поэтому обязательно речевая культура интервьюера, да, то есть, человека, который берет интервью или опрос проводит, она должна быть культурной, потому что вы несете в массы определенную культуру. Вот сейчас у нас ВКонтакте, по-моему, в вашей же группе выложили вот с этими таксистами. У вас, не у вас в группе? В другой какой-то я увидела. Значит, таксисты встретились с мэром, да? Такой, знаете, получился базар-вокзал. То есть, ничего конкретно не решили, да? То есть, решение никакого не было принято, по сути. А выглядели люди, которые пришли к мэру на встречу, чтобы конструктивно решать проблему? Откровенно говоря, как? Они пришли вопросы задавать? Со своими опросами пришли, да? То есть, они неосознанно играли роль интервьюеров. То есть, как они выглядели? Как вы думаете? Глупо, конечно, очень глупо. Потому что они общались на своем экспрессивном сленге. Поэтому здесь обращайте внимание на речь. Дальше. Последнее. Недопустимые вопросы внушающего характера. Приведем пример. Внушите какую-то точку зрения? Ну, приведите. Говорят, там что-нибудь будет. Вы так не считаете? Ты же согласен с тем, что у нее некрасивый футбол? Да, совершенно верно. Катя, молодец. То есть, ты же согласен, что она там классно выглядит. То есть, это уже определенное внушение идет человеку. Он иногда человек просто не может сказать, что не согласен. Потому что, если у него интервью берет телевидение, если он стоит в определенном кругу людей, то есть, он не может уже сказать. Так, Надюш, дальше. Значит, следующий метод опроса, метод лестницы. Значит, личный опрос мы опускаем. Четыре у нас вида было. Ну-ка, повторите. Личные тесты. Личные тесты – это очень просто. Вы сами сейчас скажете, что такое личные тесты. Ну, обычные анкеты, там, любимый цвет, любимый блюд. Помните дневники друзей? Выяснение личностных качеств человека. То есть, личностный тест – это когда человек берет вот такой лист бумаги с вопросами, начинает его заполнять. конкретно на его вопросы относятся к его личности. То есть, обычно, кто использует этот прием? Метод опроса. Учителя. Еще кто? Друзья. Психологи, например, да, выяснить. В больницу вы можете прийти, вам могут дать личностный тест какой-то, чтобы вы ответили на вопросы личного характера. То есть, это касается уже опрос именно вашей личности. Дальше. Нет опроса следующий, который у нас называется метод лестницы. Как там правильно называется? Метод лестницы, да, вроде бы? Еще в переводе, такое, знаете, у нас сленговое, журналистское выражение, называется «ЕДЕВИК». Я, честно говоря, не нашла определения этому выражению. Вы поищите сами в интернете. Вообще, значит, это очень интересный метод опроса. Очень классно его использовать в интервью. Когда вы задаете вопрос, вот смотрите, видите, метод как работает? Интервьюер задает вопрос, почему вы покупаете, например, этот продукт? Ну, почему вы покупаете, ну, придумайте что? Колбасу-стрела. Колбасу-мясоперерабатывающего цеха-стрела. Давайте, отвечайте. Потому что. Потому что? Потому что она мне нравится. Потому что она мне нравится. А почему она вам нравится? Почему вам именно нравится эта колбаса? Потому что она вкусная. И мне используются вкусные. Потому что она вкусная. Как вы думаете, почему она вкусная? Потому что ее готовят из натуральных ингредиентов. Так, потому что ее готовят, вы считаете, что ее готовят из натуральных ингредиентов. А с чего вы ее сняли? А почему вы сняли? Понятно, да? То есть вот этот вопрос, это, знаете, говорит о смысле жизни очень хорошо вот так вот разговаривать. Как вы думаете, почему вы пришли на эту землю? Потому что Господь нас послал. А почему вы думаете, что вас сюда послал Господь? Потому что Он создал эту землю именно для нас. А почему вы считаете, что только для вас, ведь животные тоже? Ну и для них тоже. Понятно, да? То есть это очень интересный метод, потому что можно вытащить очень многое с человека, именно из подсознания. Так как если сначала он начинает отвечать осознанно, то в конце он уже начинает отвечать, да, уже из подсознания вытаскивает какие-то ответы. И в конце концов часто этот метод еще оканчивается. Чем заканчивается? Миракой. Нет? Тупик. Тупик, да. Человек говорит, потому что, потому. Почему? Потому что, потому. Он не знает, что сказать. То есть все, вопрос исчерпан уже. Значит, вот этот называется метод лестницы. Так, найдешь дальше. То есть лестница это как из ступенек складывается полностью вопрос, исходя из предыдущего вопроса. Видно ли Деринга? Значит, три типа. Значит, обсуждается типы, свойства продуктов. Ну, вот про клобасу мы с вами поговорим уже, да? Типы выгод. Если бы мы задали вопрос по-другому, да? Типы выгоды. Выгоды, как? Почем покупать колбасу, потому что она дешевая. Нет, тогда надо вопрос задать по поводу выгоды. Выгодно ли покупать эту колбасу? Так, как вы считаете, выгодно, почему колбасу компании Стрела покупать выгоднее, да? И тут уже выгоды. Почему выгода? В чем первое? Ну, не из натурального. Не из натурального. Доступно. Да, доступно, да. Это свежая выгода, свежая, да, все время. Так, типы ценностей. Ценность тоже, она вот перекликается иногда с выгодой. Больше выгоду, наверное, мы денежные все-таки, да, эквивалент определяем. А вот ценность, это как раз свежая колбаса, да? То есть, почему я ее покупаю? Потому что у меня ценность, это свежие продукты. И вам было дано задание? Вам? Нет, не вам, не ваша. Другой. По ценностям мы не с вами ведь говорили, да? Нет. Значит, это не выгода. То есть, вот, пожалуйста, можно на свойства продуктов вопросы, почему задавать, да? Можно по цене и о выгодах. И о ценностях. Так, Надюш, дальше. Так, дальше. Тип интервью в зависимости от цели. Значит, интервью это тоже один из методов вопроса. Интервью может само по себе быть как реклама человеку, а может быть и построен в виде выяснения какой-то отношения респондента к какому-либо предмету, субъекту, проблеме или задаче. То есть, если вы берете интервью, вот помните, вы в прошлый раз интервью брали? Кто-то про дороги говорил, да? Это как раз интервью идет, которое касается метода опроса. Потому что вы выясняете отношения человека к данной проблеме. А про путешествия когда? Какие про путешествия? Про путешествия? Расскажи. Надя. Так, а это что? Это относится к методу опроса интервью? Оно тоже относится, но там идет, человек рассказывает о личности, о себе, да? То есть, значит, типы интервью в зависимости от цели. Первое, информационное интервью. То есть, цель. Цель какая информационное интервью? Информация. Конечно, получить информацию по какому-то предмету, вопросу или проблеме. Приведите пример. Узнать те же дороги? Нет, смотрите. Если вы будете про дороги спрашивать у прохожих людей, это не будет информационное интервью, они вам не дадут информацию. Что вы хотите пожелать городу? Узнать, как вы пишете. Если вы придете к мэру и будете задавать вопросы, например, про те же дороги, вы получите информационное интервью. Скажет, на дороге в этом году выделено, там столько-два только, да? Там, куда вы эти деньги собираетесь тратить? Туда-то, туда-то, туда-то. Понятно, да, что такое информационное интервью? Когда вы получаете определенную информацию по данному предмету. Дальше. Оперативное интервью – это очень быстрое интервью. Оперативное – это быстро. Это что-то экспресс какое-то, да, интервью. Приведите, пожалуйста, пример. При этом делаешь. Когда пожар, корреспондент в какое-то место, то есть там быстро. Совершенно верно, да. То есть оно может даже быть не подготовлено заранее, да, оперативное интервью. То есть создалась ситуация, когда нужно это, ну, срочно-срочно, да, опросить людей. Дальше интервью, расследование. Это подготовлено. Это когда пожар закончился уже, да? Начинается опрос свидетелей, да? Может, для расследования человека, когда вот спрашивают у вас от современников, по-умершим, допустим, какого-то артиста, спрашивают. Тех, кто знал его лично и общались с ним. Так, расследование, потому что какая-то есть темная завеса. Вот недавно по телевизору была передача «Тайны века», из серии «Тайны века» и про убийство Игоря Талькова. Раньше такой был певец. Значит, проводили как раз опрос всех свидетелей, которые присутствовали. Но так картину и не могли восстановить. Заходите, если вы к нам. Поэтому интервью, расследование, это когда берется какая-то определенная задача. Очень часто журналисты что делают? Когда они пишут статьи, они поднимают какую-то проблему. И чтобы решить эту проблему, иногда даже журналисты расследуют целое преступление. Потому что они как раз занимаются вот этой кропотливой работой. И обратите внимание, очень часто есть много политических журналистов, которые именно и потом за это еще и жизнью расплачиваются. Бывают такие моменты? То есть они начинают проводить независимое расследование. И пусть там уголовная какая-нибудь там вышла. Нет, нет. Независимое расследование проводят, выявляют, например, бандиты, которые заплатили деньги милиционерам, полиционерам, и все. Играем, да, у нас нет в России, нечего делать, вывески меняют. Так, поэтому понятно интервью-расследование. Интервью-портрет. Это личностный интервью. Вот путешествие, да? Помните, мальчика спрашиваешь, забыла уже кого? Пашу? Пашу, да? Куда ты поедешь путешествовать? Вот он рассказывал мне, а во Франции есть родственники. Да, вот интервью-портрет. Мы сразу, о, круто, да, родственники по Франции. До сих пор еще не ездишь. Значит, это вот по видеоинтервью. Дальше. Обратно, Надя, вернее. Ну, дальше. Ага, так, пресс-конференция. Форма организации интервью. Вот мы с вами на том занятии об этом не говорили, а сейчас давайте запишем. Как раз у вас материал еще и к тому занятию идет. Теория. Итак, форма организации интервью. Пресс-конференция. Как проходит? В зале. В зале. Много людей. Много людей. Много журналистов собирается обычно, да? Много людей, которые относятся, например, есть человек, не обязательно он звезда, это может быть руководитель какой-то, да? И он отвечает на вопросы, которые ему по очереди задают все, кто присутствует в зале. Выход к прессе. Так, что это за интервью? В издании. Так. Сделайте, смотрите. Предположим, очень часто в американских фильмах, когда дело касается судов, адвокатов, как бывает, только из зала сюда вышли, сразу окружают телевизионщики и берут интервью, которое называется «Выход к прессе», да? То есть нужно выйти и сказать, чем закончилось заседание. И каждый, конечно, высказывает свою точку зрения, да, свое отношение. Есть еще официальные источники. У нас, знаете, обычно комментируют, всегда говорят, из официальных источников нам стало известно, что там случилось вот это именно таким образом, именно так. Хотя журналисты могут толковать это совершенно по-другому. Так, дальше, брифинги. Что такое брифинг? Брифинг. Это короткий, от слова бриф, короткий, недолгий. Значит, короткое информационное сообщение для группы журналистов, которое делается обычно официальным лицом, представителем правительства или каких-либо высоких инстанций. Брифинг аналог пресс-конференции. Но это все, я поняла, что это. Значит, когда предположим пресс-конференция, там идет опрос, то есть, например, собираются люди и задают вопросы, которые их интересуют. А брифинг – это когда человек, который сидит в зале, дает информацию сначала относительно какой-то проблемы, а затем уже задаются какие-либо вопросы. Короткие, да, да. То есть, это очень короткая пресс-конференция. Вот так по-другому. Круглый стол. Ну, круглый стол часто очень проводят. Вот буквально позавчера был круглый стол с президентом Медведевым. Видели, да, что все эти телеканалы, представители крупных телеканалов пришли, за круглым столом собрались и как раз задавали ему вопросы, а он на них отвечал. А можно спросить? Можно? За круглым столом персону, которая задается вопрос, может быть только одна или несколько? Мне кажется, можно и несколько. Нет. Сейчас подумаем. Давайте подумаем вместе. Смотря что решается. Смотря вообще какая. Мне кажется, несколько можно, да. То есть, можно одному, можно несколько. Ведь смотрите, есть круглый стол, где представитель является не лично человеком, а, например, министерство. То есть, министерство собирается круглым столом. Так, интервью по телефону. Ну, тут все понятно. Очень часто берут, человек из окон, наверное, да, когда-нибудь смотрели, что берут часто интервью по телефону и человек иногда даже не догадывается, вот ЖПХ, особенно программ, еще такие есть, которые, где проблемы освещаются, иногда даже человек не догадывается, что его записывают по телефону. Интервью с помощью разных служб интернета. Например, каких? Коциальных сетей. Скайп. Скайп, например, вебинары, ресурсы вебинаров и так далее. То есть, скайпе, вот я брала интервью, есть специальная программка, которая записывает голос в скайпе. Называется скайп рекордер, по-моему, она. Можно ее в интернете найти, установить. И как только вы будете по скайпу разговаривать, у вас автоматически она может включаться и записывать ваши разговоры. Очень удобно. Брать интервью, например. Но там есть один минус. При обработке там идет двухканальный голос, например, я и вы, да? Так, это у нас Таня. Таня? Значит, Таня у нас на другом конце провода, я здесь. Есть два канала, и нужно смешивать их. Потому что, если человек в колонках моно, он будет слышать только одного человека. Просто я с таким столкнулась, с такой ситуацией, что если у кого колонки моно, звучание, да, он только может слышать одного человека. То есть нужно обязательно микшировать. Полис звучания? Надо полис звучать. Стерео. Стерео звучания. Просто я брала интервью у мужчины, которые в другом городе совершенно живет. Размещала у себя на сайте. И мне там в комментариях стали некоторые писать, что только слышно, я как задаю вопросы. То есть ответов не слышно человека. Так, дальше, Наня. Так, категории респондентов. Что такое респондент? Тут опрашиваемый человек, да. Как человек называется, который берет? Корреспондент. А если это касается интервью? Интервьюированный. Интервьюент, да. Зачем бью я, который берет, и интервьюированный, который выберет. Так, категории респондентов. Первое. Это могут быть официальные представители власти, госучреждений. То есть люди, которые обладают специалистами, которые обладают специфическими знаниями. Например, лауреат Нобелевской премии, или кандидат физико-математических наук, или, предположим, мастер спорта по водной гребле. То есть это специфические знания какой-то либо узкой специализации. То есть цель этого интервью – знать, что, в чем компетентен этот человек. То есть именно по его отрасли. Так, дальше. Знаменитости. Для чего интервью или знаменитости? Здесь написано, да, чтобы их… Например, знаменитости – это те люди, которые достигли чего в жизни? Слава. Слава, успеха. Признание. Признание. И в основном у них берут интервью с целью знать, а что они сделали для того, да, чтобы достичь славы, успеха и признания. Потому что очень большое количество людей хотят иметь славы, успеха, признания. И с этим еще и деньги приходят, вдобавок. И третье – это обыкновенные люди. Цель интервью – выяснить общественное мнение о каком-либо событии. То есть здесь очень все просто. Идешь дальше? Все записали? Ну, а теперь мы с вами теорию сейчас все изучили. Значит, наша задача… Сейчас мы разобьемся на две группы и будем готовиться к завтрашнему выходу. Завтра вы с Еленой пойдете, без меня уже, но сегодня мы с вами должны подготовить проект. Значит, самое первое, вы должны определиться с целью. Но мы уже вначале ее озвучили. То есть цель – выяснить отношение горожан, жителей города Котласа к чему? К добру. К добру. Причем, смотрели в интернете Юрия Куклачева урок доброты? Нет. Посмотрите сегодня обязательно, найдите на Ютубе видео как раз по вашей теме, когда вы еще будете дополнительно готовиться. Там очень ценная такая общая вещь, чем он говорит. Как он воспитывает добро при помощи животных, через животных, посредством животных, чем кошек. Потому что Юрий Куклачев – это дрессировщик, кошек, клоун. И говорит очень такие классные вещи. Я даже на блоге статью выложила в свое интервью. Он так и называется – урок доброты. Урок доброты. Значит, первое, что вам нужно при создании проекта? Определиться с целью дальше. Выбрать вид опроса. То есть, какой опрос вы будете из четырех видов делать? Это будет интервью, это будет метод лестницы, это будет… Какой у нас там еще написано? Это будет личный тест. Ну, тест навряд ли, да? Так, и еще один анкетирование, да? То есть, какой метод вы выбираете опроса? Дальше. Выбрать число респондентов. То есть, сколько примерно вы должны опросить людей? Значит, почему это нужно обязательно выяснить? Вопросы какие-то, сколько, количество вопросов. А если вы раздаете анкеты, потому что я не знаю, какой вы метод выберете, то нужно будет… Ну, количество анкет. Количество анкет посчитать, да? Поэтому вы должны определиться. Дальше. Выбрать способ взаимодействия. То есть, каким образом вы будете контактировать с людьми очно, заочно, дистанционно, по телефону, как-то другим способом. Выбрать тип контакта по взаимодействию. Что я самая сложная – составить вопросы. Завтра вы пойдете проводить опрос. Значит, что еще дополнительно я хочу сказать по этой теме. Так, сейчас все это запишите, я перевесну еще раз с вами. Так, записали? Ну, у вас главное, чтобы кто-то записал, хотя бы два человека. Так, Надюш, перелесни еще раз. Значит, описание метода. То есть, как вообще происходит метод опроса. Первая – подготовка. Он делится на четыре этапа. Значит, первая – это подготовка к опросу. Дальше – собственный опрос, на который вы завтра пойдете. И обязательно анализ и сортировка опросников, если они есть. Есть ли их нет, и вы завтра какое интервью будете брать? Информация. Вот, например, вы берете видеоинтервью, да, то есть вы берете опрос-видео опрос проводить с камерой, как часто делают наше телевидение Котовское. Они выходят на улицу и спрашивают горожан о чем-то. Вот у меня муж однажды тоже попал от пионерской организации, спрашивали. В Дню пионерии там что-то такое вот-то просто водить. Поэтому дальше, когда берется видео, делается видео, вопрос, что происходит? Обработка. Обработка видеоматериала. Потому что не все можно поместить на наши каналы. Например, если человек будет говорить, ну, вот, э, как бы там, вот, понятно, да? То есть это, конечно, надо все вырезать. Обязательно. И помещаются, может быть, не все интервью, а самое интересное. Потому что ограниченность есть. Если на телеканале по времени, а у вас на вашей страничке ВКонтакте ограничений нет, можно все интервью выложить. Но вопрос, стоит ли выкладывать неинтересные. Так, Надюша еще дальше. Так, специфика организации. Мы, когда проводим опросы на улице, вот видите, наша команда. Мы готовим папки, мы готовим внешние атрибуты какие-то, чтобы было видно, что мы не голодранцы какие-то пришли, а именно люди, которые принадлежат к одной группе рабочей. И когда вот у нас было 1 июня, однажды мы проводили День защиты детей, мы проводили конкурс детских рисунков бубной помадой. Значит, на улицу выходили девчонки, их атрибут был воздушные шары. То есть они выходили со связками шаров. И мамы с детишками, которые гуляли и прогуливались по улице, они их приглашали в офис. Значит, и дети рисовали, участвовали в конкурсе, назывался «Моя мечта». Конкурс в это время мы мам опрашивали. То есть, как вы относитесь к компании, какие продукты пользуетесь и так далее. То есть здесь было все очень продумано. Поэтому специфика организации в чем состоит? Во-первых, должно быть организационное занятие, как сегодня у нас. То есть сегодня мы с вами будем составлять проект. Дальше. Вы выбираете способы интервью или анкетирования, или опрос. Третье. Выбираете место и время, где вы все это будете делать. И подготавливаете рабочие комплекты. Какие рабочие комплекты, что имеется в виду в виде рабочих комплектов? А? Атрибутика. Атрибутика обязательно. То есть у вас должен быть внешний вид заметный, что вы относитесь к одной рабочей группе. Согласны? Да. Это нужно продумать. То есть это будет или платочек на руке, или на шее, или бантик в голове, или что-то еще. То есть обязательно какой-то отличительный знак. Дальше. Интервью лучше брать, разбившись на пары. Почему? Один спрашивает, другую может записывать. Еще почему? Носить вещи напополам. Носить вещи. Один может из каждого инспондента, или другой? Один снимает, другой спрашивает. Так, один снимает, другой спрашивает. Я не знаю, что еще спросить, что это было. Нет, так не надо, потому что, видите, если человек обычно, вот если два человека берут интервью, люди разбиваются на, как сказать, у них есть свои функциональные обязанности. То есть если интервью берет Катя, то Таня не должна встревать в этот рабочий процесс. Понятно, да? Потому что человек будет что делать? Перебивать. Да, он будет теряться. Вот иногда мы с мужем работаем вместе в офисе, там приходит человек, ну, прием с улицы женщина зашла и говорит, я хочу там вот купить то-то, то-то. И начинает муж говорить, и я начинаю говорить одновременно. Человек сразу начинает теряться. То есть он не знает, на кого, кого слушать. Поэтому обязательно вот этот вот учтите момент. Вдвоем ходить морально легче. Но это веселее. Это во-первых. Во-вторых, вдвоем это уже организация. Представьте, вот я, пусть даже у меня там бантик какой-то на этом, да? Я пошла, взяла камеру, взяла этот опросник и пошла, выхожу на улицу. Человек, который идет мне навстречу, я подхожу, говорю, здравствуйте, я работаю в межгалактической организации, Орионде. Я хочу взять у вас интервью. Что он может сказать? Я занята. Покажите ваши документы. Понятно, да? То есть когда один человек идет, ему может не доверять общество. А когда работает группа, два-три человека, тогда уже сильнее, чем один. Даже энергетически и морально. Так. По-моему, все, Надя, у нас, да? Последний слайд? А, вот еще. А, еще у нас, вот смотрите, по опросу, что хочу сказать. Сам опрос, как проводится, запишите. То есть вот мы там про подготовку говорили, про этапы. А теперь как сам опрос проводится? Как вы завтра пойдете? Значит, первое, это визуальная рассветка. Что это означает? Мы еще взглядом на того человека, который... А как вы будете выбирать? По какому принципу? Ну, если можно, мы будем спрашивать конкретную какую-то продукцию, допустим, косметическую, естественно. Нет, давайте про доброту. Вот вы же завтра на урок доброты идете. Детей-то вы проводите на, на каком-нибудь старом у вас стариком. Вот давайте сейчас определим, какую возрастную категорию вы будете завтра опрашивать. Вы будете детей трехмесячных опрашивать? Нет. Нет, да? То есть вы будете стариков 86 лет опрашивать? Будете. Значит, у вас идет разброс целевой аудитории. Это целевая аудитория. А какой возраст? От 15 до 86. Я бы вам, знаете, что еще посоветовала? Вот когда вы разобьетесь на пары, я бы вам посоветовала определиться. Например, Катя и Лера будут опрашивать людей, которые за, там, 50. Примерно, да? Нет, ну это не за Лера. Ну подожди, подожди. Значит, Таня, потому что вопросы могут быть разные, согласитесь? Можно ошибиться, сколько лет человек. Ну примерно. Ну примерно, 60, 15. Значит, есть три возрастные категории. Это молодежь, это подростки, молодежь. Да, молодежь до скольки лет вообще, как вы думаете? 30 лет. 30 лет, совершенно верно. Дальше идет зрелый возраст и дальше пожилой уже, да, пожилой. Поэтому вот можно определиться, потому что можно составить разные опросники. Интересно, например, ну какому-то, я против думаю, как сказать это лучше. Например, мой опрос, да, от 50 до 60 лет, у кого-то там от 10 до 12. Это будет интересно не всей совокупности общества, то есть это будет какой-то стороне. Опросник, где молодое поколение отвечает, будет интересно молодому, где старый будет старым. А я считаю, что должен быть, если делать опрос, чтобы интересно было всем. Так, если по парам, я сейчас другое имею в виду. Визуальную разведку я имею в виду, понимаете? Да, визуальную разведку. Почему? Можно, в принципе, всех подряд, я вам как пример привожу, да, то есть по какому принципу можно визуальную разведку делать. Про косметические продукты ты правильно сказала, что мужчины спрашивают, да? Они скажут, да, я особо, у меня же надо покупать, я еще не знаю. Хотя их тоже нельзя обходить стороной. Поэтому визуальная разведка может быть первое, по принципу, мы поделились, каждый свою целевую аудиторию ищет, и второе, мы выбираем, каких людей в основном. Представьте, что вы всех подряд опрашиваете. Которые увлекают внимание, которые... Позитивно, это называется слово позитив. Как вы определяете позитивный человек? Идет веселый человек, да? Походка. Улыбка, походка, внешний вид. То есть есть энергичные люди, да, которые, значит, они энергично отвечать на вопросы будут. Поэтому вот визуальную разведку вы проводите. Если бомж валяется там, лежит, будете у него вопрос делать? Как? А? Нет, ну можно одного бомжа попросить? Если что-нибудь, я могу. Вряд ли с тобой читать, как мнение вам жалит, я не знаю. Понятно, да, что такое визуальная разведка? Дальше. Первый контакт. Говорят, первое впечатление нельзя произвести дважды. То есть первое впечатление. Как вы думаете, сколько секунд считывает информацию? Три, две. До десяти секунд. То есть до десяти секунд. То есть если вы меня увидели, вы за десять секунд считали информацию. Нравлюсь я вам или не нравлюсь. Или, например, вы идете по отношению к человеку. То же самое. Он с вас учитывает информацию, вы с него. Это подсознательно все происходит. Мы умом это не осознаем. Поэтому... Первый контакт. Самое первое, на что человек реагирует? Это на... У меня же не видит. На улыбку. Просто. На улыбку. На улыбку. Я, например, если ко мне подойдет какой-нибудь дяденька в рваной одежде, пусть он будет улыбаться, я не буду ему... Да, согласна, Катя. Значит, привет, Свет. Я сейчас говорю о вашем уже отношении к людям, да? Не тот, кто к вам подойдет. Когда вы первый контакт будете устанавливать, значит, как он правильно устанавливается. Вы идете на перерез к собеседнику. То есть, смотрите. Наташа, встань. Сейчас покажу. Наташа идет мне навстречу. Значит, вот она идет по левой стороне улицы, я по правой. Иди. Значит, я говорю, девушка, девушка, можно у вас интервью взять, да? Что происходит? Она убежит. Она может пройти мимо, да? Что еще дальше? Скажу, сказали нельзя. Нельзя, там скажи. Здесь она убежит. Понятно. То есть, она может просто пройти мимо. Теперь, что сделать для того, чтобы она не прошла мимо? А, значит, нужно лица не ударить? Стрельную мимо. Она идет по левой стороне, я иду по правой стороне. Можно руку, как посадить? Да, вы мне нужны. Вы идете на свидетель. А, не желаете? Правильно, правильно. Первая фраза, которая должна прозвучать, и забыть добрый день. Добрый день. Сейчас объясню, почему. Значит, смотрите, вот еще раз та же ситуация. Еще раз та же ситуация. Значит, Наташа, иди. Добрый день. Девушка говорит добрый день и проходит. Да. Понятно, да? Значит, теперь дальше. Должен зрительный контакт с человеком. Совершенно верно. Значит, самое первое, что мы делаем. Мы идем на перерез. Мы встаем перед человеком. Прямо. Смотрим. У нас должен быть зрительный контакт. Глаза в глаза. Пишите. Значит, первое. Идти на перерез. То есть, вы с левой стороны переходите на правую. Вы преграждаете дорогу. Дальше она не может уже идти. Правильно? Она все равно остановится. Или вот. И развернется. Теперь дальше. Смотрим другу в глаза. И говорю, добрый день. Добрый день. И жду ответа. Жду ответа, пока она не скажет. Нет, добрый день. Добрый день. Добрый день. Теперь объясню, почему добрый день. Я сейчас объясню, почему. Я сейчас объясню, почему. Добрый день. Значит, смотрите. Все, что мы делаем, у человека закладывается всегда в подсознание. Все. Весь наш позыв. Совершенно верно. Наш любой текст, который мы скажем. Если мы говорим, добрый день, то человек, вспоминая этот опрос, потом скажет, что это был добрый день, когда я встретил этих людей. Потому что мы подсознательно закладываем, какое отношение к этому дню. Злой день. Добрый. Да, что добрый день. И нужно. Почему обязательно нужно дождаться ответа? Как вы думаете? Потому что если он так не подрос, я не хочу, не разговаривать. Оттолкнуть может человека. Нет, потому что высловить контакты. Добрый день. Скажите, пожалуйста. Потому что нельзя человека как бы затыкать сразу, болтать. Беспрерывно. Тогда он спрашивается. А мы здесь сразу нужно что-то произносить. Значит, объясняю, почему. Вам нужно получить обратную связь. Это знаете, как во Вселенную сигналы посылаются все время. Только что подпишись, я не могу сказать. Но обратной связи еще никто не послал. И с ними никто не общается. И не с кем говорить. Может, и не послал. Поэтому если мы не получим обратной связи, нам будет не с кем говорить. Как же знаки на полях, давайте тоже что-нибудь сделаем. Значит, что такое вывод человека из транса? То есть, когда человек идет, вот вы идете по улице. Вы о чем думаете? Ово всем вообще. Мы идем по своим коридорам, по своим вот этим траншам, да? Находимся в определенном трансе. Обратите внимание, если вдруг где-то, предположим, скрипнули сильно тормоза. Мы отворачиваемся. Понятно, да? То есть, что должно вывести человека из... Крикнуть в ухо, а то прыгать. В смысле, это и нет. Поэтому наша задача вывести человека из вот этого состояния транса, когда он в своих мыслях. Потому что нам сейчас надо, чтобы он был погружен с нами. И поэтому нужно держать паузу до тех пор, пока он не скажет в ответ добрый день, или здравствуйте, или привет. То есть, он должен в ответ отреагировать. Что это значит? Он говорит вам, что я тебя знаю, услышал. Он же не говорит вам, да, о чем вам надо. Ты меня смотришь. То есть, он говорит, я вас услышал. И вот дальше вы задаете вопрос. Вопрос какой? А какой сегодня день? Добрый день. Какой сегодня? Добрый день. Как можно разрешить вас представление? А может быть, какое-то организация? Хотите ли вы... Можно задать вам... Ну да. А если нет... Можно задать вопрос, но нет. Значит, первый вы представляетесь. Меня зовут Петя Камушкин. Меня зовут Петя Камушкин. Я корреспондент. Такой-то... Могу ли я вам задать... Вопрос. Несколько вопросов. Это зовет немного... Или вы мне... Можете ли вы ответить... На несколько вопросов. Какой вопрос нельзя задавать? Не можете ли вы... Да, не можете ли вы мне ответить? Потому что человек скажет... Не могу. Но Женя, лучше не могу. Лучше вообще... Знаете, как могли бы вы ответить мне на несколько вопросов? Это не займет, может быть, более, там, двух-трех минут. Вам нужно хронометраж посчитать, сколько примерно у вас времени уйдет на опросы. Да. Мне тоже так. Да, потому что есть люди, которые очень сильно торопятся. Да? Я сама так бываю иногда лечу, мне очень быстро надо. Мне любой человек, который меня встретит, я с мету на дороге, потому что мне надо из точки А в точку В быстро переместить. И он скажет... Нет, извините, мне некогда. И это будет по-честному. Правильно? И вы свое время не потеряете, и человек свое время не потеряет. Поэтому ваша задача представиться и спросите, может ли он сейчас ответить на ваши вопросы. Это будет культурно, корректно, честно по отношению к человеку. А дальше вы задаете уже вопросы по опроснику. Значит, приветствие. Вы здороваетесь, добрый день. Улыбаетесь, смотрите в глаза. Выради. Вы располагаете к себе именно тем, что вы смотрите в глаза. И дальше идет присоединение. Зантересовать можно, да, цель какая-то, подарки. Часто бывает так, при проведении опросов, ответе на несколько вопросов, вы можете получить подарок. Или там принять участие в розыгрыше алтарей и так далее. Значит, присоединение еще идет, когда вы как раз говорите человеку, а могли бы вы ответить на несколько вопросов, анкеты, это не займет. Дальше идет ведение разговора уже. То есть вы уже задаете вопросы. Потом, может быть, если вы проводите какой-то опрос, человек начинает возражать. Ну, например, вы задали вопрос. Вы считаете, что это... Нет, я не считаю. Вы считаете, что Милентину нужно убрать за должности? Кто-то скажет да, кто-то скажет нет, негатив. Да, человек может сказать, да он, да вообще, да, вот когда негатив начинается, то нужно очень-очень умело разрулить ситуацию с негативом. Нужно снять негатив, да, или снять вопрос с повестки дня, если вы видите, что он актуален. Потому что вам не нужен негатив, согласны? Ага. Да. Поэтому раз потом уволь. И отреагировать на этот негатив тем, что давайте сейчас не будем на эту тему говорить, пойдем дальше. Задаете дальше вопросы. Дальше заключение. Если вы проводите анкетирование с какой-то целью выяснить потребности людей, и вам нужна обратная связь, что потом, ну, предположим, вы проводите лотерею. Ну, проводите анкетирование. Позвоните сказать, вы выиграли так. Самое важное, что взять? Плюс 80. Телефон. Телефон, да. Потому что если вы не взяли телефон, ваше анкетирование все провалено. Бесполезно. То есть оно не преследует... А можно еще уходить назначение какое-нибудь отправить, там заполните и опустите в ящик по анкетированию? Можно. Можно. Теперь вопрос. Сколько вы хотите на... Ну, предположим, вы проводите лотерею, да, по анкетам. Сколько бы вы хотели, чтобы в зале сидело народу? Два человека или 22, или 202? Как можно больше. Потому что вы можете какую-то свою информацию еще дополнительно давать, презентацию своего центра сделать. Вы можете концерт какой-то сделать, самодеятельность. Ведь очень обидно, когда на концерт приходит ползала. Я вам ходила на концерт, Кукинская у нас приезжала, ползала сидела вообще. Рекламы не было. Рекламы вообще не было. Я просто удивилась. Билеты недорогие, 200 рублей, билеты только. Кукинские, это кто? Ну, это и говорится. Значит, теперь ваша задача обязательно взять обратный контакт. Если даже вы скажете человеку, вот у вас анкетка, вы опустите ее в такой-то ящик, когда пойдете туда, 100% на 80% ничего не отпустит и ничего не сделает. Поэтому вам нужна обязательно обратная связь. Обратная связь это или электронный адрес, или виситка, или контакт, телефон какой-то контактный. Или хотя бы организация, где человек работает. Ну и финал. Обязательно поблагодарить. Спасибо вам большое. До свидания. Желаем вам успехов и так далее. А если со знакомым, то тоже добрый день. Если вы по улице идете, то схема везде одинаковая. Вы даже если пойдете деньги собирать по улице, есть такой вот тренинг. Да, вот я обрадусь сейчас как-то. Да, там методика точно такая же. Значит, здесь единственное, что девочке нужно делать, это вот как деньги собирать. Если вы собираетесь с серьезным лицом, то вам никто не даст никакие. Если вы начинаете играть, позитив должен быть, да? То есть должна быть радость, позитив. И то же самое с интервью или опросом. У вас должно быть позитивный настрой на то, чтобы человек захотел с вами поиграть вопрос. Согласны? Согласны, потому что если подойти с занудным лицом, сказать, давайте, давайте, давайте. То человек навряд ли отреагирует, не захочет с вами общаться. Надя, посмотри, там еще есть у нас дальше с вами. Значит, сейчас мы с вами рассчитываемся на первый, второй, на две команды делимся. Можно я хород вас сниму? Они ничего не пишут, но они, он, ну, да ладно, давайте, Дашка. Так, давайте первый, второй рассчитываемся. Так, начинаем, Каша. Что происходит? Первый. Первый. Первый, первый. Первый, первый. Не второй. Мы не можем в другом месте уточнить. Так, сколько у нас человек? Девять. Девять. Значит, делимся. Одна команда пять человек, другая четыре. Делитесь самечко. Сколько у нас времени? Сейчас 17-11, правильно? Да. Полчаса. Полчаса вам на все про все даем. Потом разберем. Значит, вам нужно сейчас составить проекты завтрашнего вашего опроса. Верните слайд. Знаете, какой он? Надя, верни вот где этот слайд. Выбор способа, выбор мест. Значит, смотрите, у вас есть слайды. Если вы что-то забыли, вы можете полистать, посмотреть. Какой слайд? Где последовательность проекта, задача ниже. Задание по группам. Вот, девочки, смотрите, задание по группам. Вот, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...